Добрый вечер! Самбо представляет новости. В студии Анжела Маркевич. Смотрите в этом выпуске. Состоялся тяжелейшее совещание по проблеме одного из моногородов, по надвоицам. Точка пока не поставлена. Боремся за будущего этого города и этого предприятия с перспективой возможности ее развития. Судьба на двоиц и другие экономические проблемы региона, а также пути их решения. Глава Карелии более двух часов держал ответ перед депутатами ЗАГС Собрания Республики. Где там 15 метров? Здесь сами гаишники мерили, здесь можно стоять. Чего за ерунда-то? Чего на наклейки-то? Хамство со стороны водителей или пешеходов. В карельской столице появились ярые борцы за соблюдение правил дорожного движения. Все, красава, красава. Карелия лучше. Красава. Показательные выступления, осмотр техники и многое другое. Пожарная охрана Карелии празднует свое 160-летие на главной площади Петрозаводска. Власти Карелии не должны работать в режиме пожарной команды. Такие слова прозвучали в отчете главы Карелии о работе правительства республики за 2012 год. Александр Худилайнин держал ответ перед депутатами Законодательного собрания региона. Жесткая критика, слова благодарности, конкретные предложения по решению проблем. Парламентарии более двух часов обсуждали отчет, выйдя за рамки регламента. А руководитель республики отвечал на вопросы. Как в итоге депутаты оценили работу исполнительной власти, расскажет Максим Смирнов. Непростые вопросы пришлось решать правительству Карелии в прошлом году. Первый – моногорода. Если во всей России их определено 330 и 10 из них в Карелии. Это по сути монореспублика. В то же время в бюджете страны на все моногорода России в нынешнем году предусмотрено лишь 2 миллиарда рублей. Сейчас решается судьба на двоиц. Александр Худилайнин сказал, что вопрос еще будет обсуждаться с руководством страны. Вчера вечером состоялся тяжелейшее совещание по проблеме одного из моногородов, по надвоицам. Точка пока не поставлена. Боремся за будущего этого города и этого предприятия с перспективой возможности ее развития. Рассчитывать на свои силы дотационная республика не может. Госдолг – 10,5 миллиардов. Ежегодно на его обслуживание из бюджета Карелия отдает по 560 миллионов. При этом одна третья часть республиканской казны, 8 миллиардов рублей, идет на социальную сферу. Можно поразмышлять над цифрами. 3 миллиарда – это только различные социальные выплаты регионального уровня. Их получает почти 150 тысяч жителей. При очевидном кризисе в экономике ни от каких социальных статей правительство не отказывается. С заработной платы учителей и других педагогических работников образовательных учреждений общего образования доведена до средней заработной платы по экономике республики. С 1 октября 2012 года проиндексированы на 6% фонда оплаты труда других категорий работников бюджетной сферы. Как же привлечь деньги в экономику? Александр Худеланин сообщил, что республика, во-первых, будет стремиться сделать все возможное, чтобы получить финансирование по федеральным целевым программам. Также сегодня у Карелии есть около сотни инвестиционных предложений. И 30 из них готовы к реализации. Подробности пока не разглашаются. Это частный бизнес, а деньги, как говорится, любят тишину. Большая часть инвестиций идет в горнопромышленный комплекс. В стадии реализации находится около 50 проектов. Кроме того, республика лидирует на северо-западе по объемам ввода жилья. В 2012 году зафиксирован максимальный ввод объема жилья. За последние 20 лет введено 195 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 10% выше уровня 2011 года. По темпам роста ввода жилья Карелия занимает второе место среди регионов северо-западного федерального округа. При обсуждении отчета основная часть критических выступлений депутатов коснулась слабой подготовки инвестиционной инфраструктуры. Многие жители Карелии жалуются на отписки, которые они получают от чиновников. И на плохое медицинское обслуживание. В частности, в ВЭСе или в Лахденпохе. В итоге депутаты постановили отчет принять к сведению. И пожелали совместно с пользой работать дальше. И сегодня же глава республики в стенах карельского правительства встретился с замминистра регионального развития России Сергеем Вахруковым, приехавшим в нашу республику с рабочим визитом. В частности, на встрече речь шла о необходимости для Карелии войти в ряд федеральных программ по развитию регионов. Сегодня Карелия участвует всего лишь в 17 федеральных программах. Хотя 11 лет назад на территории республики их реализовывалось 25 и 46 возможных. Александр Худиланин и Сергей Вахруков сошлись во мнении, работу в этом направлении нужно ускорять. Это позволит не только получить дополнительное финансирование от федерального центра, но и своевременно решать социальные или экономические проблемы региона. Эти же темы Сергей Вахруков поднял на встрече с руководством Министерства экономического развития республики. Участники совещания обсудили перспективы социально-экономического развития региона и взаимодействия правительства с федеральными министерствами и ведомствами. Как отметил Сергей Вахруков, который курирует регионы Северо-Западного федерального округа, его визит направлен прежде всего на то, чтобы скоординировать усилия властей разного уровня от федерального до муниципального в реализации общих задач по развитию регионов. Если мы это не объединим, не синхронизируем и совместно не обсудим, что в дальнейшем и как будем двигаться, то я думаю, что вряд ли мы сможем серьезно продвинуться и обеспечить, самое главное для нас, обеспечить поддержку тех или иных проектов развития субъектам федерации с федерального уровня. Ведь сегодня многие субъекты в силу разных причин, субъективных, объективных, невыполнений ряда требований просто не попадают во многие федеральные программы, в том числе и Республика Карелия. Для того, чтобы получить софинансирование из федерального бюджета, регионы должны подготовить много документов. Одной схемы территориального планирования мало. Нужно готовить генеральные планы, правила землепользования, проектно-сметную документацию для существующих инвестплощадок. Кроме того, нужно готовить специалистов для тех отраслей, которые Республика считает приоритетными. К другим темам. К нам в редакцию прислали очередное любительское видео. Телезритель сегодня утром запечатлел на видеорегистратор вот такое озеро. Которое образовалось на улице Университетской в Петрозаводске. Автор видео все же сумел проехать, но, как рассказывали очевидцы, позже здесь застряли три машины. Также, по свидетельству горожан, проживающих в этом районе, накануне вечером вода здесь стояла еще выше, закрывая поребрики. Как нам удалось выяснить, определить причины потопа и устранить его последствия, руководство местной администрации уже поручило ответственной за эту улицу фирме «Део-сервис». Движение «Стоп-хам», направленное против водителей, нарушающих правила дорожного движения, появилось и в Петрозаводске. У нас теперь тоже наказывают автолюбителей, паркующих своих железных коней там, где это запрещено. Как стоп-хамовцы борются с правонарушителями и как на это реагируют сами водители, увидела Анна Монакова. Сегодня борцы с неправильной парковкой пришли с проверкой в район Гоголевского центра. И вот первую наклейку они уже приглаживают на лобовом стекле неправильно припаркованного автомобиля. Все они несовершеннолетние, поэтому их лиц мы показывать не имеем права. Мы клеим со стороны пассажира, чтобы, если у водителя нет времени, снимать наклейку, чтобы он мог отъехать в определенное место и там уже снять ее. Наказав таким образом нерадивого автомобилиста, стоп-хамовцы идут дальше. На их пути еще не одна машина, оставленная на дороге владельцам с нарушением правил дорожного движения. Их волонтеры помечают. Впрочем, вреда автомобилю никакого. Как говорит Кирилл, наклейка легко снимается, не оставляя после себя следов. Люди устали от этой безнаказанности, от этого хамства водителя, когда буквально ей по татуару людей сбивают. Даже на пешеходных переходах ездят по ногам, стоят дихо, отцят, нога в зонах. Но не все согласны со столь радикальными методами наведения порядка на дорогах. Возьмите линейку и померьте, где там 15 метров. Если сами гаишники мерили, здесь можно стоять. Что за ерунда-то, что на наклейке-то? Кто-то не стал лезть на рожон и просто уехал. Время потом неохота тратить на устранение наклейки. Другие относятся к такому роду деятельности с юмором. Я это повеселил, а я сижу, скучаю. Вот с товарищем делать нечего. Я даже специально попросил, хотя мог бы сказать, не надо мне клеить. Движение СтопХам его участники собираются развивать и дальше. Что касается парковки, летом они будут заказывать два типа наклеек, которые снимаются легко и не очень. Если водитель после первой не образумится, то получит в подарок вторую. По замыслу организаторов, такие вылазки будут проходить практически каждую неделю. Итак, организаторы акции СтопХам уже готовят более липкие наклейки. А пока мы хотим спросить, есть ли, по вашему мнению, другие методы борьбы с нарушениями правил парковки автомобилей. Заходите на сайт самбо.тв и голосуйте. Итоги подведем завтра. В Петрозаводске В то же время на улицах Ватутина, Попова, Пархоменко, Петрова, Земнухова и многих других вообще нет никаких памятных знаков о том, в честь кого и почему они так названы. На сегодняшний день, к большому сожалению, многие жители города Петрозаводск не знают, живя даже на этих улицах, улицах наших героев, в честь кого названа та или иная улица, что он за подвиг совершил, это надо как-то менять. Нам бы хотелось, чтобы к 70-летию освобождения Карелия, а это будет в будущем году, чтобы все улицы имели таблички с именами героев, в честь которых названы эти улицы, чтобы были места, где можно возложить цветы. И тогда мы на этом фоне будем говорить с ребятами о тех людях, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин отдельно говорит о необходимости патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. И в том числе о том, как важно увековечить память защитников Отечества всех времен. В Петрозаводске пресечена деятельность группы торговцев анаболическими стероидами. Сотрудники наркоконтроля заранее узнали о поступлении новой партии препаратов и было принято решение о задержании злоумышленников. В квартирах, которые они снимали, оперативники обнаружили и изъяли более 2000 таблеток и десятки ампул общим весом более 700 граммов. Исследование изъятых препаратов подтвердило их принадлежность к анаболическим стероидам. Преступники распространяли их в спортклубах. Об этих наркоторговцах сотрудники управления карельского ФСКН получили информацию еще в конце прошлого года. Проверка показала, что один из них приехал в Петрозаводск из Сегежи. Работая в частном охранном предприятии, он регулярно посещал один из спортклубов. Его компаньон, 23-летний студент техникума, приехал из Суаярви и тоже увлекался бодибилдингом. По предварительным данным, ему и принадлежит идея анаболического бизнеса. Заказывая стероиды через интернет, основную часть он привозил для распространения в Петрозаводске, оставляя некоторое их количество для продажи в Суаярви. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, к которым и относятся стероиды. А теперь коротко о других событиях. Прокуратура выявила нарушения при реализации программы модернизации здравоохранения. Так, в некоторых районных больницах не завершены ремонты в срок. Отдельные виды ремонтных работ не соответствуют требованиям санитарных норм. Кроме того, зафиксированы случаи длительного простоя медицинского оборудования, поставленного в рамках модернизации. Представители жилищно-коммунальных служб получат право жаловаться миграционным властям и полицейским на хозяев квартир, в которых больше пяти дней живут неучтенные и непрописанные люди. И при этом нет приборов учета воды, электричества и газа. Это связано с тем, что нередко услуги, которыми пользуются непрописанные люди, при выставлении счетов несанкционированно определяются как услуги, потраченные на общедомовые нужды, сообщает российская газета. По инициативе депутата Карельского ЗАГСобрания, лечение детей больных ювенальным ревматоидным артритом профинансируют из бюджета республики. Средства на приобретение лекарств предусмотрены в рамках программы по предупреждению инвалидизации населения. Отметим, что такой курс лечения обходится родителям ребенка приблизительно в миллион рублей ежегодно. Футбольный клуб Карелия продолжит участие в первенстве России по футболу сезона 2012-2013, несмотря на катастрофическое финансовое положение. Руководство республики обещало оказать помощь клубу с тем, чтобы команда достойно завершила текущий сезон. При этом речь идет о финансировании исключительно из вне бюджетных источников. В столицу Карелии приехали главный редактор и авторы знаменитого литературного журнала «Юность». Известные литераторы встретились со студентами Петрозаводского госуниверситета. Лев Анинский оказался приятно удивлен на читанности нашей молодежи. А писатель Игорь Михайлов даже отметил, что карельский филфак лучше, чем в МГУ. О чем шла речь на встрече редколлегии с журналистами, расскажет Марина Бедорфас. Какой должна быть современная литература, почему мы перестали читать, как редакторы ищут авторов, а писателей-читателей? Эти и многие другие вопросы обсуждались на встрече сред коллегии журнала «Юность». Литературный журнал преподносит читателям новинки поэзии и прозы, рассказывает о человеческих судьбах и отражает современные интересы общества. Тиражи таких изданий с советских времен заметно снизились. И тем не менее, литературоведы уверены, что как явление литературный альманах никогда не исчезнет. И у настоящего писателя всегда найдется его читатель. Литературные журналы — это камертон. Это камертон того литературного процесса, который никуда не делся. И ничто литературные журналы не заменят. Несмотря на название журнала, по словам главного редактора, возрастной диапазон читателей очень широк. Самому молодому из них 10 лет, а самому зрелому — 93 года. В последнем номере «Юности» напечатаны и карельские поэты. Альманах тесно сотрудничает с журналом «Север», и это не последний общий их проект. Московские коллеги высоко оценивают работу «Севера» и стремление его автора сохранить свое — «Северное начало». Именно от главного редактора, карельского альманаха Елены Петелянин, сотрудники «Юности» получили приглашение посетить Карелию. Лев Анинский, известный литературный критик, для многих уже стал классиком. И я поражен, обрадован даже, но поражен, что у вас здесь сохранилась та ситуация серьезного чтения. И потом журнал, я не знаю, процветает он или нет, сейчас ничего не процветает в этом смысле. Журнал живет и читает. Это же потрясающе здорово. Значит, не то что не все потеряно, а значит, базисные ценности русской души, которые недаром после Израиля называют народ книги русской души. Книги — это еще живо у нас. Это еще живо. Как сделать журнал интересным? Привлечь новых талантливых авторов. По словам главного редактора «Юности», писатели, поэты, публицисты находятся сами. В редакцию постоянно приходят письма. А редактор карельского литературного журнала иногда сама ищет авторов. И даже в интернете. Но главное условие для них — это произведения должны быть эксклюзивными. Перепечаток в журнале не бывает. Именно поэтому его тоже всегда будут читать. Таково мнение редколлегии с севера. Пожарной охране Карелии исполнилось 160 лет. Юбилей огнеборцы отметили, как и положено, с бронзбойтом наперевес. Соревнования среди сотрудников пожарных частей не только северо-запада страны и Москвы, но и Финляндии прошли на площади Кирова в Петрозаводске. Понаблюдать за этим смогли все желающие. В их числе оказался и Максим Алиев. Соревнования эти проходят уже в 16-й раз, и полоса препятствий стала уже традиционной. Чего, правда, не скажешь о месте проведения турнира. Впервые в истории их образования они проводятся на центральной площади города Петрозаводска, площади Кирова. Две тренировочные вышки доставили сюда еще несколько дней назад. Даже просто подняться и спуститься по ним во всей амуниции – уже серьезная нагрузка и для молодого подготовленного человека. Не говоря уже о ветеранах пожарной службы. Капитан финской команды из города Йоэнсу Эрки Хутинин на этих соревнованиях не то что не новичок, а можно сказать старожил. Он участвует в них с 97-го года, когда они проводились впервые. Что особенно отрадно, один из лучших результатов показал наш земляк Константин Гридин. Выступление Константина принесло победу не только нашей команде, но и ему самому, уже в личном первенстве. Результат его в первом забеге – 70 с небольшим секунд. И хоть рекорда прошлого года – 69,28 секунды – перебить ему не удалось, но выложился Константин, что называется, по полной. Чтобы восстановить дыхание, ему нужно несколько минут. Секундочку. На пожарах обычно используем более легкие баллоны. Это для соревнования. Полный баллон такой весит около 20 килограмм. Поэтому как бы можете себе представить. И то, что в аппарате, намного сложнее раз в 10 бежать. Тем не менее, время на секундомере – не самый главный показатель. За каждым забегом следит целая судейская бригада. И если есть нарушение правил соревнований, то команда получает штрафные очки. Так или иначе, наши пожарные уже второй год подряд завоевали золото. Второй к финишу соревнований пришла архангельская команда. Третьими оказались мурманчане. Не забывайте нас смотреть и в интернете на сайте сампо.тв. Ну а у меня на этом все новости. В студии работал Анжела Маркевич. Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова